Всем привет! Сейчас ЦРОТ в эфире. В эфире Петр Ирышов, сотрудник Центра развития одаренных детей. И у нас в гостях Гончарова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, заместитель начальника БГРФ по учебно-методической работе. Она сегодня нам расскажет очень интересную историю, важную историю для нас про то, как грамотно участвовать в Олимпиадах, какие Олимпиады вообще можно выбрать и правильно было бы выбрать, чтобы был резон, потом куда-то поступить, были плюсы, и это было бы не зря потраченным временем. Елена Николаевна, прием. Добрый день. Я рада приветствовать на онлайн-площадке участников. Я сегодня подготовила небольшой такой блок информации, который позволит ответить на вопросы, которые часто мы слышим от абитуриентов, от родителей и вообще, в принципе, от тех, кто причастен к проведению большого числа Олимпиад. Это то, каким образом можно сформировать достаточно эффективно свое портфолио достижений, которое впоследствии становится особенно актуальным на этапе поступления в ВУЗы. В этом году в рамках приемной кампании очень часто наблюдали такую ситуацию, когда абитуриент приходил с достаточно представительным перечнем грамот, дипломов, но, к сожалению, ни один из представленных документов не давал возможности получить дополнительные баллы, либо воспользоваться определенными льготами, которые предусмотрены порядком приема в ВУЗы Российской Федерации. Как быть в этой ситуации? Как разобраться в обилии тех предложений, которые существуют? И в настоящее время их очень много. Я сразу ограничу такой блок, который реализуется на основе финансовой истории. Все платные олимпиады, конкурсы, их результаты при поступлении в ВУЗы засчитываться не могут. По той причине, что это нарушает права других абитуриентов, которые финансово в этом смысле не могли себе это позволить. И, соответственно, нарушается главный принцип – это равный доступ. Поэтому здесь, конечно, очень важно понимать, что, с одной стороны, возможность себя развивать, участвовать в всевозможных конкурсах, культуральной направленности – это здорово, но еще важно максимально своим ресурсом распорядиться, так, чтобы впоследствии на этапе поступления иметь очень хороший задел. Сегодня вашему вниманию я представлю три крупных блока олимпиад. Ряд из них вам знаком, вы являетесь участниками. И остановлюсь на тех, с которыми с этого года Калининградский государственный технический университет работает и предоставляет беспрецептные возможности участвовать как можно больше в числе олимпиад и, соответственно, повысить свои шансы на победу. Всероссийская олимпиада школьника. Проводится она и курируется Минпросвещение Российской Федерации. Вам она наверняка всем знакома. Это очень массовое движение и охватывает весь перечень школьных предметов. Далее идет по уровню значимости перечень олимпиад школьников на учебный год, который каждый год утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. Именно при поступлении в ВУЗы данный перечень имеет особые возможности, помимо того перечня, который существует и предусматривает льготы по Всероссийской Олимпиаде, они, конечно, беспрецедентные. И еще один перечень олимпиад и иных интеллектуальных творческих конкурсов, который утверждается также с Георгием Министерством просвещения Российской Федерации. Но по этому перечню победители и призер олимпиад могут рассчитывать на определенное количество баллов, которые устанавливаются в ВУЗом самостоятельно. И для того, чтобы понимать, сколько баллов будет за тот или иной диплом, нужно обязательно знакомиться с данным документом. Я остановлюсь для того, чтобы посмотреть на ситуацию с точки зрения выстраивания своей стратегии и тактики участия в олимпиадах. И здесь для сравнения я остановлюсь на Всероссийской Олимпиаде школьников и на Олимпиаде, которая входит в перечень, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. Дело в том, что курирует данный процесс Российский Совет Олимпиад школьников и в какой-то степени мы можем также использовать отсылку и говорить о том, что Олимпиады Всероссийского Совета Олимпиад школьников. Если посмотреть по форме проведения, Всероссийская Олимпиада школьников проводится только в очном режиме. Перечень Олимпиад школьников, который утвержден Минопром, предполагает возможность проведения как очного, так и дистанционного отборочного тура. Поэтому здесь, как вы понимаете, у вас есть возможности, если даже вы по каким-то причинам не смогли бы участвовать очно, есть альтернатива. Дистанционное участие, как правило, оно проходит после завершения очного, либо запараллельно с определенным запасом по времени для того, чтобы вы могли бы участвовать. По количеству этапов. Всероссийская Олимпиада школьников включает четыре этапа. Вы все это наверняка знаете. Олимпиады Всероссийского Совета Олимпиад школьников включают два этапа. Это отборочный этап и заключительный. С какого класса засчитываются результаты? Если посмотреть на Всероссийскую Олимпиаду школьников, то, как правило, это результаты 9 по 11 класс. Для Олимпиад СОЖ предусмотрена возможность предъявить результаты и в соответствии с правилами приема в ВУЗы можно рассчитывать на результаты, начиная с 7 класса. То есть вы учились в 7 классе, стали победителем призером Олимпиад. Будучи выпускником школы и поступая в ВУЗ, вы можете предъявить эти результаты и на основании данных результатов вы можете рассчитывать на те льготы, которые предусмотрены для победителей и призера. В частности, для Всероссийской Олимпиады школьников и Олимпиады СОЖ предусмотрена возможность поступления без вступительных испытаний. Соответственно, здесь абитуриент должен понимать, что важен профиль предмета, по которому есть победа, и направление подготовки программы, на которую он поступает. По уровням сложности. Мы все с вами знаем и понимаем, что уровень сложности Всероссийской Олимпиады школьников очень высокий. И здесь, конечно, очень мощная конкурентная борьба. В случае с Олимпиадами СОЖ есть возможность сориентироваться по уровню. Они делятся на первый, второй и третий. Третий самый низкий уровень сложности. И в этом случае у вас вероятность победы, она существенно больше, чем у Олимпиад первого уровня. Но при этом также вы должны понимать, что вузы, которые определяют для себя того абитуриента, на которого они рассчитывают, они также ориентируются. И здесь очень важно посмотреть правила приема. Какой же все-таки уровень та или иная образовательная организация берет за чем? Я поделюсь тем, что Калининградский государственный технический университет в этом году определил, что актуальность результатов засчитывается начиная с седьмого класса, и мы принимаем с результатами всех уровней Олимпиады. Далее. Число победителей приема. Но данная опция, она важна для понимания того, насколько есть те или иные шансы для возможности воспользоваться льготами. Как правило, год победителями с Российской Олимпиады школьников в регионе, в регионах становится около пределов десятков человек. А если мы смотрим на площадку, которая массовая площадка проведения Российских Олимпиад школьников, то где-то 150-200 участников, как правило, становятся победителями и призерами Олимпиада РСОЖ. И, как я уже говорила, срок действия дипломов здесь в какой-то степени идентичен, но мы здесь понимаем, что для РСОЖ важна возможность воспользоваться результатом начиная с седьмого класса. Итак, остановимся вкратце на Олимпиадах Российского Совета Олимпиадов, Олимпиад школьников. У нас в перечне 86 Олимпиад в этом году. На площадке Калининградского государственного технического университета будет проходить 9 Олимпиад из перечня. Это достаточно широкий спектр предметных Олимпиад, более 27. По данным Олимпиадам предусмотрены особые условия для поступления в организации высшего образования вне конкурса. При этом мы должны понимать, что результаты Олимпиады мы должны подтвердить результатами ЕГЭ по предмету. Мы должны получить этот результат не менее чем 75 баллов. При этом вузы также могут устанавливать данные значения на свое усмотрение. Калининградский государственный технический университет в этом году установил то значение, то значение, которое рекомендовано Министерством науки и высшего образования, соответственно 75 баллов. Победителям и призерам право на льготу можно пользоваться в течение 4 лет. И кроме тех льгот и возможностей, Калининградский государственный технический университет ежегодно утверждает стипендии специально для тех, кто имеет в активе победу в Олимпиадах в размере 15 тысяч рублей и более. Мы так понимаем, что это достаточно хорошие подспорья для того, чтобы формировать дополнительно свое портфолио, участвовать в Олимпиадах, решить вопрос с гаджетом и так далее. Данная стипендия выплачивается на протяжении первого семестра, а в дальнейшем в зависимости от результатов. При условии подтверждения своих высоких достижений по итогам первой сессии выплата продолжается до конца первого года. Ну а дальше ваши стипендии калькулируются в зависимости от тех результатов, которые вы проявите и в учебной деятельности, и в блоке творчества, и в блоке спорт, ну и также в научно-исследовательской работе. Поэтому во многом это зависит уже в дальнейшем от вас. Зачастую возникает вопрос, где взять официальную информацию и, допустим, убедиться в том, что сегодня вот в той или иной мере я вам прокомментировала. Есть сайт, это официальный источник информации по всем Олимпиадам перечня Российского Совета Олимпиад школьников. Здесь вы можете найти коллекцию заданий прошлых лет. Вы здесь можете о каждой Олимпиаде получить исчерпывающую информацию. Помимо того, что эта информация аккумулирована на сайте Российского Совета Олимпиад школьников, эта информация также есть на сайте официальном, который специально разрабатывается, поддерживается и функционирует у каждой Олимпиады. Важным документом, с которым должен познакомиться каждый участник Олимпиад, это, конечно, порядок проведения Олимпиад школьников. Из данного документа вы можете узнать особенности проведения отборочных туров, заключительных туров, какой процент может быть победителей и призеров, и на основе этой информации для себя сделать определенные выводы и построить свою стратегию, тактику участия в данных конкурсах интеллектуальной направленности. Помимо вот такой возможности и такой коллекции Олимпиад, представленной на сайте, вы также можете, я вас приглашаю на сайт Калининградского государственного технического университета. В этом году мы специально разработали раздел, называется этот раздел «Школьников». Максимально в этом разделе мы аккумулировали все те ключевые события, информацию, которая вам так или иначе может быть полезна. По теме сегодняшнего вопроса я предлагаю познакомиться с разделом Олимпиады для школьников. Здесь в этом разделе вы можете увидеть актуальный график, вы можете зарегистрироваться на ту или иную Олимпиаду, по ссылке, гиперссылке на сайт Олимпиады познакомиться более подробно с описанием, с регламентирующими документами и другими блоками информации, которые могут быть вам полезны. Кроме этого, я обращаю внимание, что ряд Олимпиад, они у нас проходят в достаточно такой представленности в разных Олимпиадах. К примеру, Олимпиада по математике, она у нас есть и в Межрегиональной Олимпиаде будущей следователя и будущей науки, и в Многопрофильной Олимпиаде школьников из УМРУ, и в Олимпиаде шаг в будущее, гранит науки, сам мат, звезда. Одним словом, математика представлена очень широко, и вы можете выбрать по тем выставленным на сайте прошлых лет заданий, в какой Олимпиаде вам интересно было бы поучаствовать, а я вообще рекомендую участвовать в как можно большем числе Олимпиад, поскольку это увеличивает ваши шансы побед и дает вам возможность сформировать уникальный опыт. По мимо математики у нас на площадке проходят Олимпиады по русскому языку, и по обществу знаний, и по информатике, и по физике, химии, архитектуру, искусству, инженерному делу. Полная коллекция, как я уже сказала, на сайте КГТУ в разделе «Школьникам», Олимпиады для школьников. Хочу вам сообщить очень такую приятную новость, что Олимпиады у нас идут, и у вас есть возможность поучаствовать еще в отборочных турах в очном формате 12 декабря в Олимпиадах по русскому языку, по архитектуре и искусству, по физике, а 19 декабря по химии. Кроме этого, у нас еще есть возможность поучаствовать в Олимпиадах в заочной форме. Их коллекция также здесь представлена на слайде и выделена желтым цветом. При этом обращаю внимание, что у ряда Олимпиад финальная дата – это 12 декабря. Там есть резервный день. Поэтому очень бы настойчиво вас приглашала поучаствовать, поскольку если вы пропускаете отборочный тур, весной у нас уже будет проходить именно заключительный тур. Он проходит, как правило, всегда в очном формате. К нам на площадку приезжают представители вузов-партнеров. Проходит это уже в том объеме тех, кто стал победителями и призерами отборочного тура. И сейчас надо максимально воспользоваться своим шансом поучаствовать, чтобы весной вы к нам на площадку уже пришли, вам не пришлось ехать за пределы Калининградской области. И здесь попытать, что называется, по итогам участия получить возможности в дальнейшем воспользоваться своими результатами. Итак, по каким источникам необходимо готовиться к Олимпиадам? Это также частый вопрос. Здесь можно себе определенный запас по времени сформировать за счет того, что предварительно познакомиться с заданиями прошлых лет, провешать, проработать, на сайте Олимпиад найти коллекцию заданий. Там также выложены ответы, есть итоги туров, есть положения. И, соответственно, на основании данной информации при помощи родителей, при помощи, возможно, учителей, ну и, соответственно, где-то в какой-то степени самостоятельно, вы вполне будете готовы для того, чтобы поучаствовать в Олимпиадах предельно результативно. И в завершении своего такого краткого выступления я, конечно, приглашаю стать успешным вместе с Калининградским старшим и техническим университетом. У нас в настоящее время есть разные способы коммуникации. Это официальный сайт, о котором я сегодня говорила. У нас специально для тех, кто планирует поступать в этом году, создан YouTube-канал КГТУ-приемная комиссия. И у нас, конечно же, есть телефоны, по которым можно получить всю черпающую информацию, в частности, то, что касается Олимпиад. Вы можете позвонить по телефону 96 50 70, и мы с удовольствием вас проконсультируем. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот такое наше с вами взаимодействие было взаимовыгодным, результативным. Я желаю всем успеха в покорении тех вершин и тех задач, которые вы перед собой поставили. Ну а мы в этом смысле готовы всегда помочь и рассчитываем на вот такое тесное совместное сотрудничество. Спасибо. Спасибо, Елена Николаевна, большое. Мы видим серьезный анализ по категориям, какие Олимпиады есть, что выбирать и так далее. Думаю, что нашим слушателям и тем, кто смотрит данный ролик, будет это очень полезно. Слушайте, пожалуйста, а если, допустим, я школьник, и я побеждаю в Олимпиадах по гуманитарному циклу, русский язык, литература, то поступать в КГТУ я собираюсь на техническую специальность. Будет ли учитываться то, что я участвую в гуманитарных Олимпиадах, на то, что я поступаю в КГТУ на техническую специальность? Здесь важно понимать, есть ли тот предмет в перечне вступительных испытаний, по которым у вас есть победа в Олимпиаде. Вы привели пример русского языка. Он есть в перечне предметов на любую программу. Поэтому, поскольку он не является профилем для большинства программ технических вузов, он может быть засчитан с результатом 100 баллов по заявлению абитуриента. При поступлении абитуриент подает свое заявление, в котором просит учесть его преимущественное право и засчитать, независимо от того, какой результат получил по русскому скупу. Мы понимаем и помним, что это должно быть не менее 75 баллов. Ну, к примеру, он набрал 82. Но по его заявлению мы засчитываем ему не 82 балла, а 100 баллов за русский язык. Вот такие возможности по непрофильному предмету получить дополнительные бонусы при поступлении. Спасибо большое, Елена Николаевна. Надеемся, что еще раз с вами созвонимся и услышим полезную информацию. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...